Косатка. Всем привет. Поздоровайся. Она косатка, выбросившаяся на берег. Мы вчера были тут с вами на рыбалке все вместе и мне там в комментариях писали, а чё нашу эту не снял? Видите, клюет. Не видно? Клюет, клюет. Много кто написал, что нужно делать проводку, но мне это не нравится. Не хочу каждый раз складывать ту леску, раскладывать, раззакидывать. Не, вот так себе под бережок бросаю и все дела. Шо ловится, шо не ловится. Так быстренько, как только пришли, нацепили свежего материала. Но я только что поменял и 4 штучки он поймал. А? Так я только что-то новых прицепил. Вот так. Ну и сидим ждем. И вчера в комментариях писали, а чё нашу гусочку не снял? А и правда, мы к ней не ходили уже сколько? Дня 4, да? Где-то так. Сейчас чуточку тут половим. Это так просто пришли покидать. Сейчас без вонюшки у него болит нога. Кто в инстаграме смотрел, он там на песку с детворой игрался и немножко то ли ударился, я не знаю. Ну, мы там не были. Он говорит, да, спотыкнулся чуть-чуть. И, в общем, у него на ноге болит палец. Мы его сегодня водили к травматологу. Ну, в травмпункт. Мась назначили, и он дома. В общем, не пошел. Ну, а мы... А мы с Маринкой гуляем. Удочка есть? Опарыш? А? Да, Маринка хорошо гуляет. В тенечке спряталась. Нормально. Чё, пришли опять и придем завтра, потому что опарыш есть. Ну, чё он будет пропадать? Поэтому... Поэтому ходим. Надо, конечно, пораньше. Можно... Можно завтра прийти с утра. С утра? Да. Вот так. В час? Ну, где-то в час. Сегодня в пять. Ну, и сейчас же поедем еще... О, там что-то большое скидывается посерединке. И сегодня еще поедем, посадим щавель и этот. И огурцы. Купили китайское чудо. Посмотрим. В общем, может, пойдем уже до грузки нашей. Пойдем. О, о, о. Он ее съел? Так я их снимала у тебя на телефоне. А, да? Да. Да, я их снимала. Вот тут Марина снимала. Вот тут сидела жаба большая и маленькая. И большой только что на маленькую прыгнул. Вот он сидит. Не сидел. И хуруны сажал, что ли? Непонятно. Вот так. Такие смешные жабы, да. Ладно. Что-то там есть. Ага, это свидание. Да, точно. Свидание. Давайте хоть рыбку покажу, что ли. О, стандартный, стандартный малюк. Четыре штучки. Две чуточку побольше. Вот. А две манюсенькие. Вот такая, вот такая рыбалка. Это все мелкая, вот эта сорная рыба. Так что не переживайте, ничего страшного. Тут ее в реках миллион. Именно вот такой, вот такой мусорной рыбки. Так что я проблемки не вижу. Ладно, друзья. Пошли мы к нашей куркогузке. Я не знаю, как ее назвать. Или утка. Посмотрим, что-то там вылупилось у них. Или не вылупилось. Вот наш красавчик плавает. Я думал... Так еще сейчас сколько? Без 15,7, да? В общем, еще ему не время. У него рабочий день до 7. И он там у себя сидит на палочке. А что ты ему кинешь? Не знаю, его хорошо видно. И бутылка плавает возле него. Ты видишь? Заметил, но не прибежал. Не прибежал. Надо идти посмотреть, что там делает маман. Видно, это мандаринка. Вот, ребята, утка-мандаринка. Только почему 2 утенка? У нее было 7. Помнишь? Может, это другая? Я надеюсь, что это другая. Это мандариночка, и у нее было 7, когда мы ее снимали дней 10 назад. Помнишь? Блин, 2 штучки. Жалко. Жалко, если она их потеряла. Но это не обычная вот эта дикая утка, которая вчера с тремя плавала. Это маленькая, вот видите, манюсенькая, клювенью, а не пухонький. Это точно мандаринка. Только пупсика 2 осталось. 7 же было, да? Куда она гребет? А, а тут паразит пошел, его вот там хлебом кормят. И это туда же хочет. Вон туда пошел, к берегу там. А? Да, там вон кто-то хлеб кидает ему. А тут что-то хлеб кидает. О боже, сколько накидали в воду хлеба. Буханку целую. Ну, два штучки. Много из вас писали, что птенцов воруют чайки. Есть такая вероятность, что и у нее тоже их покрали, именно эти паразитки. Но эти два уже толстенькие, подросли. Сейчас подплывет, может, будет лучше видно ее. Это точно мандаринка. Вот посмотрите в интернете фотографию. Утки, породы. Вот паразитка. Чайка, чайка, нет? Где она полетела? Вот. Вот паразитка. Они боятся. Да, они вон к мамке тулятся. Посмотрите в интернете, как видят, как выглядит селезень мандаринки. И как выглядит уточка. Уточка вот такая серенькая, манюсенькая. Или это не чайка? Сейчас я вам ближе ее покажу. Вот она села. Не чайка, наверное, да? Или чайка, непонятно. Я не знаю, что это за птичка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, эта паразитка жрет кинцов или нет. Да, лучше вот этих поснимать. Где маленькие? Где плывете? Где вы? Где вы? Вот они. Вот. Да, ребята, это натуральная уточка мандаринка. И два утеночка у нее всего. Красивые какие, да? Да, там есть. Я не знаю, сейчас она уплывет и будем там снимать дальше. Красоточка. Вот прям уточка с птенцами во всей красе. Ой, что она испугалась? Малыши уплыли. Мамка их догоняет, догоняет. Да, мандаринка, точно. Прям как четенько видно. Ой, какая красоточка, да? Ну, какие шустрые. Как оплывают, да? Блин, а было семь. Вот вам и дикая природа, да? Вылупила много. Ну, может, это все-таки другая просто. Я надеюсь. Ну, скорее всего, та же, да? Ряску едят, да? Малыши на листок залезли, ты видишь? Оп, оп, не держит, не держит листик. Красавчики. Ну, вот и все, и они убегают. Ты кто такая? Ты птенцов воруешь? Нет. Только что, только что она рыбку ловила. Перелетела. Перелетела паразитка. Голубь, вон. Сейчас будут разборки, разборки. Голуби так смешно воду пьют, как коровы. Не так, как вся птичка. То есть, вот так не набирают клюв и поднимают голову, а именно опускают клюв в воду и пьют. Ну, а эту мамульку в кустах... О, полетела. Эту мамульку в кустах, кусты поднялись вообще. То есть, как бы высоко прям поднялись, ее не видно. Вообще. А гнездо как бы там есть, я не знаю, то мордаха ее или солома... В общем, непонятно. Сидит она там еще или не сидит. Ну, и малышни я вокруг пока еще не встречал. Ну, я думаю, что еще сидит. Просто, просто сколько можно сидеть. Мне кажется... Мне кажется, мы ее заметили... Мы ее заметили здесь, когда сюда приехали... Ну, когда сняли здесь жилье. А живем мы здесь уже с 14-го числа. С 14-го, да? А сегодня уже 8-ое. То есть, как бы через... И мне кажется, дня через 2 мы уже к ней пришли сюда в гости. Уже ее сняли. Надо посмотреть, когда вышло первое видео с ними. Потому что получается, что уже прошло 24 дня. 25. 25 дней, как мы ее нашли. Непонятненько. Я вообще вот... Я сейчас снимаю гнездо и не пойму, сидит ли она там или нет. Кусты заросли. И не видно. Ну, вот так. В общем... Поехали мы на огород, потому что уже 7 часов. А нам нужно еще полить там все и посадить... Посидеть щавель и огурцы. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok